Ну, всякое хочется, и сладкое в том числе, но сладкое же нам запрещают врачи, напоминая о диабете. Китайские же учёные заявили, что им удалось вылечить это заболевание первого типа. Пациентке вводили её же перепрограммированные стволовые клетки, и за 75 дней её организм научился вырабатывать инсулин. Удалось ли вылечить болезнь навсегда? Это, конечно, по каждому времени, пока женщина остаётся независимой от инсулина год. Давайте поговорим об этом подробнее. С нами заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директора Института диабета Марина Шостакова. Марина Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Мы читали, перечитывали, результаты китайских учёных действительно впечатляют с точки зрения логики. В принципе, понятен ход мысли. Это действительно прорыв? Вы знаете, действительно, многие учёные, не только китайские, работают в этом направлении. Но вот китайским учёным удалось на одной пациентке, которая была представлена, женщина, 25 лет, с диабетом 1-й тип. А что такое 1-й тип? Это полностью инсулинозависимый, то есть она без инсулинов жить не может. У неё умерли собственные клетки, которые производят инсулин. И вот они взяли её же клетки соматические, перепрограммировали эти клетки в инсулинпродуцирующие, да, и затем ей ввели. Получается здесь более индивидуальный подход. Нам уже не первый год говорят, что вся медицина, в принципе, идёт к персонализации. Безусловно, но только это очень дорогой, вот я хотела сказать, очень дорогой путь. Это трудно будет настолько работать персонализированно с каждым пациентом, а их миллионы пациентов, да, ну, диабет 2-го типа, прежде всего, миллионов, да, и диабет 1-го типа по миру, это как минимум 8 миллионов, да, и к числу их нарастает с каждым человеком. Настолько персонализированно работать. Это не просто забрать его клетки. Это технологически с помощью химических агентов и геномодифицированных агентов изменить их клетки так, чтобы они начали продуцировать инсулин. А потом их экспериментально проверить на животных, прежде чем их обратно ввести человеку. Тогда шаг, наверное, логичный, появление лекарства, которое бы делало унифицированным для всех приёма одного, введения одинаковых клеток всем. Этот шаг правильный, да, значит, чтобы унифицировать для всех пациентов. И мы в том числе, наш центр эндокринологии с партнёрами, мы работаем по пути тоже получения этих клеток стволовых, их переделывания, их бета-клетки, но затем их, допустим, помещать в такую капсулу, как мы называем, полупроницаемую капсулу, которая имеет, условно, фенестр в дырочке, которая будет выпускать инсулин в кровоток, но не будут сквозь себя пропускать антитела. То есть вот такие капсулы, над ними тоже работает весь мир. Почему не всё гладко? Ну, потому что эти капсулы, даже если они обладают такой способностью пропускать инсулин, не пропускать внутрь антитела, они конечны, да, они могут обрастать фиброзной капсулой и переставать выпускать. То есть мы сейчас работаем над такими нетканными материалами, которые можно создать, чтобы они не обрастали фиброзной тканью. Как зонтичные же есть клетки, которые под зонтиком идут, прячутся, их не видит организм. Ну, вот типа того, чтобы продлить жизнь вот этих пересаженных донорских или переделанных в этих клетках. А на каком мы сейчас уровне, на какой стадии, когда будет надежда, собственно, для всех граждан, у кого диабет того или иного типа? Мы всё же работаем сейчас на стадии экспериментальных исследований. Я думаю, что, в принципе, мировой прорыв близок. Я думаю, ну, 5-7 лет, я думаю, 10 лет. По крайней мере, мы все к этому стремимся. Да, но это непростой путь, но мы стремимся именно к тому, чтобы раз и навсегда решить проблему. Мы будем следить за темой, какие интересные у вас исследования в институте, наверное, ещё будем вызвать. Спасибо огромное. Спасибо большое. В утренней студии была заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института диабета Марина Шестакова. Спасибо вам большое.